Всем привет. Меня зовут Алексей Пыльцин. Я занимаюсь русским переводом документации PHP. Я являюсь перемонтейнером. И все время расскажу про PHP 7.4, который выходит 6 декабря. Также расскажу про то, что нас ожидает в PHP 7.4. И также расскажу о том, какие планы на PHP 8. Заранее извиняюсь за мою речь. У меня есть небольшая проблема с речью, поэтому я могу говорить нечетко. Но у меня будет куча слайдов с текстом, поэтому вы можете их посмотреть, все эти слайды. Итак, поехали. Начало статистики. Начало статистика. Два раза в год Джорджи Баджана, если неправильно кому-то сказал, который один из основателей композера, поликует статистику, используя PHP. И вот недавняя статистика, ноябрьская, говорит о том, что PHP 5.6, позиции PHP 5.6 ослабли, видите, 5.6 по сравнению с полгода назад. И уже набирает позиции 7.2, 7.1. Но есть другая статистика, которая говорит о том, что много сайтов работает на PHP 5.6 до сих пор. И я хочу небольшое позиции исследования. Поднимите руку, кто работает с PHP 5.6. Очень мало, это уже радует. А кто на 7.1? А на 7.2? Ага, отлично. Ну, начнем. Ну и вот просто напоминание, что вот заканчивается у нас уже, в этом месяце заканчивается уже на срок жизни 5.6, 7.0, и у вас заканчивается скоро уже 7.1, поэтому пора обновляться на 7.2. Обновляйте свой PHP. Это очень важно, поскольку каждая версия привносит свои улучшения, всякие новые возможности, в том числе улучшение производительности. Итак, начнем. Какие новые возможности нас ждут в PHP 7.3? Ну, прежде всего, это гибки синтаксис нюдок и хердок. То есть раньше у нас были ограничения, что закрывающий идентификатор, HTML, который находится в конце, за ним должна быть новая строка, и после него не должно быть никаких отступов или табуляции. Теперь это было устроено, такое ограничение. То есть теперь он может, закрывающий идентификатор, может иметь как пробел, как пробел, табуляцию, не смешивать их. Также на нем могут находиться другие символы, как показано на слайде. И также надо учитывать, что, вот я показал тоже пример еще один, что будет ли столько символов, сколько начинается от закрывающего идентификатора. То есть у нас, видите, A, B, C, и вот у нас C, видите, без отступа, потому что он удалился. Потому что начинается end, начинается вот с него. Ну и еще такая вытекает из этого новая возможность, то, что если у вас будет дублироваться текст в строке, то это вызовет ошибку, потому что он, парсер, просто не поймет, где заканчивается, где начинается. Также новая возможность, поддержка завершающих запятых в списке аргументов при вызове функции. То есть это просто такой, вошло еще с синдекса массивов, когда там тоже нам разрешили ставить завершающую запятую. То есть это полезно при дифе, при сомнении в дифе. Но также это нельзя сделать при объявлении функции. Это будет вызвать ошибку синдекса. То же самое, как нельзя ставить две запятых одновременно. Исключение по работе с JSON. То есть раньше у нас функция для работы с JSON, это JSON-decode и JSON-encode, вращали null при ошибке разбора JSON. И существовало две функции глобальных, в помощью которых можно было узнать, в чем ошибка при разборе JSON. Теперь вместо этого есть исключения, где можно все это узнать. То есть просто JSON-exception ставим и все. То есть оборачиваем наши вызовы JSON-decode и JSON-encode в trycatch и используем новое исключение JSON-exception. Вот и все. То есть такое полезное улучшение. Присывание по ссылкам, это раньше не работало. Такое, можно сказать, исповение бага, можно сказать так. Не работало исповение по ссылкам в конструкциях лист. Также вот есть сокращенный вариант ее. То есть есть просто лист, а есть сокращенный, то есть M1. То есть раньше у нас войдется ошибка, фатальная ошибка теперь это все работает. Также работает с вложенными списками. У нас есть поддержка cookies с атрибутом same-site. Same-site это говорит о том, это уменьшает ошибки мерсайтовых запросов, то есть CSRF. То есть когда cookie посылается с другими запросами, которые не относятся, где cookie была зарегистрирована, то есть мы этим самым можем просто улучшить защиту нашего сайта. Просто добавив в same-site либо значение strict, либо lags. Strict — это он запрещает вообще вызовы к любым запросам. К любым запросам. А lags — это более такой мягкий, он разрешает вызовы, передачу cookies другому сайту с безопасных, так скажем, запросов. То есть это get, head, options, head. И появляется, и вместо того, чтобы вводить новые параметры для same-site, поскольку у z-cookies много параметров, там x7, по-моему, да, если не ошибаюсь, то было решено ввести альтернативную сигнатуру для функции z-cookie, z-row-cookie и z-session z-cookie-params в виде массива. То есть мы теперь можем сделать как? Мы можем передать двух параметров cookie name и cookie value, и уже потом массив, и там уже передать параметры, которые относятся к cookie. То есть, например, same-site, last-time, path, domain, secure, chp-only. То есть также можно установить same-site через any-opцию, то есть автоматически у нас были различные сессии, бед, изменение самих вызовов. То есть очень удобно. Это пока черновик на самом деле, но он уже работает во всех, в большинстве браузеров современных. Думаю поддержки нового алгоритма, их решения паралей. То есть в предыдущей версии у нас был реализован глобальный алгоритм argon2, argon2i. Но есть его другие реализации, так сказать, варианты его. Аргон2d и argon2i. Аргон2i является гибридной версией, точнее ошибка id. И он более использует, независимо от данных, доступ к данным, то есть он более оптимизированный, чем его предыдущая версия. И тем не менее, поэтому он был выбран для реализации. То есть он тоже самое, как и argon2i, поддерживает те же самые опции, просто улучшенная версия, ее теперь используется, и теперь ее рекомендуется использовать при хешевоне паралей. То есть многобайтовые строки, там тоже были внесены множество изменений, я перечислил лишь только некоторые из них. То есть теперь корректно обрабатываются строки, которые весят больше 2 гигабайта. База данных Unicode была брена до версии 11, до версии 11, раньше была версия 8. Ну и в целом значительно была улучшенная производительность расширения MB-стринг. То есть особенно в функциях преобразования регистра. И вот я показал еще новую возможность, довольно полная поддержка, так скажем, case mapping и case folding. Это процесс преобразования регистра символов. Это в общем… Вот я показал ссылку, где можно узнать об этом всем подробнее. Ну и пример. Вот, например, mbestings to upper. у нас здесь на немецком слово stress, страж, стража, там есть exet, буква B, которая такая B, похожа на B, eset. И вот теперь эта буква eset заменяется в симметрии на 2s. То есть как, в общем-то, сейчас, после реформы грамматики немецкого языка, так делают, заменяют, не пишут уже этот eset, вот эту букву B, и заменяют ее на букву 2s. Улучшенный сборщик мусора, то есть раньше был лимит на хранение 10 тысяч символов, что сдавало некоторые, что сдавало дополнительный вызов сборщика мусора при достижении этого лимита. Теперь этот лимит будет увеличиваться постепенно, по мере необходимости. Это улучшит производительность, но это улучшит там, где есть выходы за лимиты сборщика мусора, то есть в очень ограниченном количестве положений, потому что, как правило, мы в обычных положениях, в большинстве положений, в их положениях, мы не выходим за рамки сборщика мусора. Но все равно, если есть такие положения, то это будет плюс, будет улучшено, улучшена производительность. SQLite был обновлен до версии 3.24, это включает поддержку absurd, это то же самое, что insert, то есть то же самое, что insert, я ошибся, не select, то есть если строка уже шлистует, мы добавляем onConflict выражение, если строка уже шлистует, то мы просто, операция превращается в update, то есть, вот, например, если такое слово существует, joveal, то мы просто устанавливаем count, плюсуем count, то есть, инкрементируем его в колонку. Ну, и остальное, там, по мелочи, оператор instant soft принимает строку в качестве первого параметра, в качестве первого оператора, прощения, в этом случае всегда вращается false, не знаю, зачем так сделано, но мы исключаем compile error, то есть раньше, например, при вызове, если вы использовали функцию token get all, кто разбирает ваш код на токены, на лексемы, то иногда выдавалась фатальная ошибка, теперь выдавается будет выдаваться именно новое исключение compile error, ну, и функция bc-scale теперь может вспомнить получение текущего масштаба, как getter использоваться, а не просто как zeter, и также функции тоже из этого расширения, bc-mal и bc-pow теперь отбрасывают заряжающие нули, то есть они учитывают точность, раньше они просто сбрасывали нули, сбрасывали все, что шло после точки, теперь новые функции, их немного, но тем не менее они есть, прежде всего это функция isCountable, то есть простая функция, которую, раньше мы писали, поверили, что мы можем посчитать, значит, мы можем использовать функцию count на перемены, да, вот мы isArray, либо instance of countable, теперь это все заменяется просто обычно вызовом функции, просто такое небольшое улучшение. Новая функция arrayq first, то есть просто получение первого ключа массива, то есть тоже болезно, иногда часто используется, тут показано, как раньше мы делали, сбрасывали внутренний указатель массива и просто получали его ключ, то есть с помощью функции key, хотя это на самом деле это плохо с точки зрения производительности, поскольку изменяет внутренний указатель массива, поэтому лучше версию такую с for each, ну а теперь просто можно вызвать arrayq first и не париться. И так же появилась логичная функция только для получения последнего ключа, тут тоже все то же самое, and, and не сбрасывает внутреннюю указатель массива, поэтому тут никак не влияет производительность, но просто легко. Но на самом деле еще были функции, было в этом RFC, который я указал, вот ссылка есть в заголовке, там бы еще были функции array value first, то есть получение первого значения массива и второго и последнего. Но эти функции были отклилены, поскольку у нас значения могут, если элементы не существуют массива, они возвращают null, а у нас значение может быть хранить null, также false, поэтому из-за этого неоднозначного поведения эти функции были отклилены, поэтому поскольку у нас null может быть значением массива, будет элементом массива, так же как и false, поэтому пока они были отклилены. в будущем такие будут похожие функции, которые будут выбрасывать исключения, если у нас нет элемента массива. Ну и новая функция HR-таймер, это можно рассматривать как современную версию микротайм, то есть это монотонный таймер, который нельзя никак изменить, как-то внешне на него повлиять, например, изменить летнее время, либо там администратор, например, изменит время, он сюда отобразит именно точное время, то есть он именно очень точный, сверхточный, то есть лучше его использовать, например, за место микротайм функции, то есть он тоже, он вращает либо большое целое число, либо он вращает секунду, и на секунду, как в виде массива. Новые функции GPM расширения, только одна из этих функций пока документирована, есть документации, все остальные пока просто есть в ядре PHP, но никак не документированы, просто имейте ввиду, что такие есть функции, по них пока только еще ничего не известно, но скоро будет, наверное, тому известно. И функция тоже, которая не документирована, как обычно, была принята еще год назад, это netget interfaces, просто вращает массив всех сетевых интерфейсов, раньше вы использовали для этого функцию exec, то есть обращаясь непосредственно к выполнению команды coin shell для получения такого рода информации, теперь вы можете просто вызвать функцию netget interfaces, то есть пока нету документации по этой функции, нет вообще описания ее, поэтому есть полурекрест информации. Теперь самое в общем-то главное изменение, влияющее на обратную совместимость, первое это миграция гулянных обработчика, две шкали гулянных выражений на новую версию, это грядет в себе, что модификатор S отключен по умолчанию, опция X отключена по умолчанию, используется unicode новой десятой версии, то есть как одна из вишек больше эмоджи появляется, но некоторые паттерны гулянных выражений могут сломаться, то есть будет ошибка. Вот пример, если я привел пример, который раньше работал, это гулянное выражение раньше работало, а теперь оно не будет работать новой версии, поэтому вам нужно будет проверить ваше гулянное выражение например на такое, чтобы не было такой ситуации, то есть диапазон символов получается слово и минус, то есть получается диапазон, что теперь неправильно, и поэтому должен быть в конце минус, знак минуса. теперь уведомление о неопределенных переменных компакт, компакт это просто вводит массив наших переменных, которые мы передали в качестве аргумента например, и раньше если переменная отсутствовала или не было грубо говоря, то она просто пропускалась. Теперь будет вводиться уведомление, что такое неопределенное, как здесь мы ошиблись педаль вместо фос, и вот нас получили уведомление, что такое неопределенное, не знаю, чем это было сделано в PHP, но теперь объявление использования регистра независимых констант обязательно устаревшими и будет удалено в версии PHP 8. То есть при использовании либо при объявлении константы, которая регистра независимая, то есть начинается с прописных букв, будет ошибка деприкритед. Также будет ошибка деприкрит при определении функции assert, то есть раньше это было возможно, поскольку у нас assert может быть отключен в вызовы проверки assert после некоторых опций, теперь у нас везде, даже на спейсах, мы не сможем определить функцию с таким именем, то есть это имя было зарезервировано. Использование контент тоже в выражениях switch теперь запрещено, то есть в языках программирования например в c это разные выражения, но в php это одно и то же. Но поскольку так неправильно делать, теперь php будет вам, если вы будете использовать контент в контексте свеча, например, в кейс объявлений, то у вас будет теперь ошибка warning, то есть надо использовать контент. В данном случае если мы хотим выйти из цикла, допустим, что этот цикл бесконечен, то нужно использовать brick 2, то есть выйти из свеча и потом из цикла. То есть контент 2 больше не будет работать. То есть сюда насходит brick в конструкциях свеч. У нас была такая лазейка, что можно было как бы переопределить статические свойства, если его передать по ссылке. То есть у нас есть два класса, один с публичным статическим свойством, и второй у нас просто дублирует, то есть просто его расширяет, наследует. И вот если мы этого класса создали посылки, например, присвольные по ссылке, то раньше у нас это все работало. То есть раньше у нас переменная, то есть из этого второго класса, которому мы присвоили ссылку, значение его изменилось. Теперь такого не будет. Теперь изменится и там, и в классе родителя, и в классе наследника. Ну и прочие зависимости, прочие изменения, влияющие на обратную совместимость. Это если SPL автозагрузчик в баз исключения, то теперь автозагрузчики не будут работать. Раньше просто они объединяли в цепочку все эти исключения и выдавались вам на экран. Теперь такого пения просто вообще появляться не будут. Ну и такое мелкое улучшение, так сказать, изменение, то функция stream socket get name просто превращает IP-адреса в квадратных скобках. То, что учитывать если вы используете такие функции. Ну и теперь устойчивый функционал. Первый пункт это удление недокументируемых псевдонимов функций mbstring. Раньше такие были псевдонимы, то есть мы могли просто использовать mbrec без видимого пробела, то есть без знака underscore, кора, а теперь а теперь просто мы используем, то есть раньше эти функции были недокументированы, просто теперь можете использовать их. Что я сказал? это вообще не рекомендуется вообще использовать псевдонимы функции, поскольку они могут установить она или поздно, например, exit либо die, например, да, то есть на использовании exit, а не die. также объявлено устраившими функцией fget s и ее прочие функции, к которым они относятся, поскольку они зависят от функции удаления символов, их трудно будет поддерживать, поэтому блэшно удалить эти функции. Ну и флаги тоже был удален в расширении фильтра, который теперь из-за потому что есть флаг квадрат URL. И также была удалена функция, устраившая функция image to vbmp в пользу использования функции image vbmp, поскольку эти функции они эквивалентны, то есть раньше они были отличались, теперь все время они стали эквивалентными просто-напросто. Ну и было в функциях поиска, в строках функциях поиска, например, starpos, если мы используем, например, не строку, а символ, число, то он считается за символ ASCII, за код ASCII символ. Теперь это было длино, то есть такое поведение будет рассуждено как устаревшее как устаревшее, то есть всегда надо искать использовать именно строчные, именно строку, искать, а не вот так. Не прочие изменения, то есть функции прикранируется символ решетки, parse error перенаслируется от compile error, который был добавлен в эту версию, в этот релиз. функции Apache request headers и get all headers стали доступны в fpm, ну и такое мелкое улучшение, сообщение исключения type error теперь вводит корректный тип, то есть раньше они вводили integer boolean, а таких у нас типов нет, есть типы int boolean, int boolean, правильный, теперь они будут вводить быстрее их, ну и прикрепительная поддержка уже системы, которая уже не поддерживается bios и заголовки и страницы php info теперь у вас вводится в версию php то есть когда вы будете вводить php info у вас заголовки и страницы будут вводиться в версию php первые функции array push и array unshift могут вызываться с одним параметром это полезно при работе с оперативным расширением то есть раньше вот я привел пример код где мы используем array push массив и распаковываем массив то есть добавляем него в элементы через распаковку раньше даже если у нас был пустой массив для распаковки и массив для распаковки то у нас появилась ошибка что у нас требовалось два параметра был получен только один поскольку у нас параметр пустой был теперь такого нет предупреждения и будет нормально все работать будет просто пустой массив работать он просто смеется как пустой массив полезные ссылки вот например polyfill например вот polyfill от symphony он просто вводит новые функции если вы хотите использовать их но не можете обновиться новую версию так symphony делает еще для 7.2 делала так же а теперь что нас ждет 7.4 уже есть кое-какая информация типизированные свойства семенами долгожданные типизированные свойства перебудут PHP то есть раньше мы чтобы удостовериться что у нас тип что у нас свойства соответствуют именно типу какому-либо мы используем геттеры либо сеттеры то есть мы там проверяли что у нас тип соответствует какому-то определенному типу то есть параметры соответствуют определенному типу теперь мы можем просто использовать крем-посту мы можем назначить это свойство указать у этого свойства тип например string и все дальше PHP будет сам разруливать что-то свойство было неправильно было передано значение было передано другое значение теперь будет сам это все разруливать это у нас на самом деле приложение RFC отклоненного в 2016 году то есть раньше была первая версия типизированных свойств но она была отклонена ввиду ограничений то есть не поддерживались типы для статических полей и ссылки на типизированные свойства и в новой версии типизированных свойств это все это было реализовано то есть поддерживаются на самом деле все типы которые поддерживаются PHP заключением void и callable callable не поддерживается потому что он зависит от контекста контекст ориентированный а так все есть те же int класс есть iterable boolean и float типизированная свойств так же как и с обычными возвращаемыми значениями работает функция strip types стрип все используют strip types когда типизируют работают с типизированными параметрами нет очень плохо либо я плохо говорю то есть мы можем указать declare strip types 1 тогда у нас PHP будет работать в стоком режиме то есть например если мы можем сюда назначить свойства строку 42 но это у нас число то есть на самом деле число только в строке то есть и PHP если не в стоком режиме если strip types у нас не будет не будет например 0 будет strip types либо просто его не будет этой конструкции то PHP просто переводит переведет тип если это строка он понимает это строка он по первым символам понимает то он просто придет строку которая содержит числа к типу целого числа то есть будет 42 целое число 42 а если мы используем strip types 1 то есть declare то у нас будет ошибка type error то есть мы передали строку хотя она похожа на число но просто в кавычках ну поэтому всегда лучше используют именно strip types всегда это повышает надежность вашего кода и в целом делает то для чего собственно были типы были введены чтобы то есть чтобы они хранили именно то значение которое должны должны хранить чтобы PHP не делал работу по приведению типов теперь еще особенность которую стоит войнуть типы свойств инвариантные то есть неприватные свойства не могут быть изменены во время объявления во время наследования простите прощения то есть например у нас есть private вот private свойства а и вот мы в классе наследники мы его изменяем это будет работать но если мы хотим измерить например паблик либо protected свойства например изменить их сигнатуру например как здесь сделано вот просто добавляется обнуляемый тип даже такое простое изменение это вызвать ошибку то есть если у вас свойства не приватные то его можно изменять во время наследования также тут самое важное еще в этом типе зереных свой о чем надо знать значение по умолчанию то есть по умолчанию если мы объявляем свойства например в классе оно без значения по умолчанию оно рассматривается как null в типизированных свойствах такого нет то есть если мы явно не укажем тип обнуляемый то есть поставим знак вопроса то он не будет хранить значение null то есть если мы например просто объявим вот так тип public int просто объявим как null то есть он не будет хранить значение null и при обращении к нему будет ошибка на самом деле то есть мы должны явно делать типы обнуляемые если мы планируем что они по умолчанию они должны хранить значение null ну понятное дело public понятное дело что типы object у нас не могут иметь значения по умолчанию пока что нельзя создать и лицензировать объект во время выполнения выполнения и тоже важная важная вещь отсутствует значение помолчанию типизированных свойств то есть как уже говорил у нас не будет считаться значение за null и при обращении к этому свойству у нас будет ошибка type error и такое свойство будет считаться неинициализированным это новое понятие fphp то есть свойства они будут неинициализированы если для него не указан для него не указан тип обновляемый тип то есть не указан вот здесь int знак вопрос нет то есть например мы хотим создать instance этого класса то есть мы указываем 42 но мы ошиблись например при своле создали вместо этого новое свойство var anival и хотим получить значение этого свойства и мы получаем ошибку и при этом при вардампе мы смотрим что свойство видно как неинициализировано то есть будет показано что такое свойство неинициализировано явно будет показано вам об этом ну на самом деле есть лазейка то есть как если у нас свойство неинициализированное то мы можем добавить getter как в общем-то приобычном и это getter будет вызываться когда мы будем обращаться к неинициализированному свойству но тут важный 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 ввиду чтобы тип getter который вращает он должен будет совпадать то есть значение должно совпадать то есть тут строка а мы у нас есть свойство val у нас integer целое число хранит и поэтому у нас типы не совпадают поскольку вращаем строку то есть при обращении к val вызывается функция getter и мы просто обращаем строку и здесь будет ошибка потому что мы обращаем потому что типы не совпадают это это в любом случае это будет в любом случае независимо от значения директивы strip types то есть это важно иметь ввиду ну и поддержка ссылок такого не было в предыдущей версии RFC по типизированным свойствам теперь работают ссылки то есть вы можете использовать например их например в функциях которые работают со ссылками например сорт сортировка то есть вы можете просто опять numbers это у вас просто массив и вы можете опять отсортировать все как предполагается в общем-то по типизированным свойствам на самом деле можно сделать целый доклад то там очень большой очень все подобное расписано в RFC вот я привел ссылку также есть если вы хотите попробовать сейчас потрогать поиграться с типизированными свойствами вы можете скомпинировать PHP ну это на самом деле не так сложно как кажется но если вы хотите например сейчас их уже использовать поиграться выяснить возможности либо найти баги как некоторые делали то вы можете просто скомпинировать PHP с призерными свойствами это особенно легко сделать если вы работаете на Ubuntu также тут есть обсуждение этой возможности там куча информации тоже полезной ну и самое главное на самом деле бенчмарк то есть положение которое использует типизированные свойства они будут медленнее на 1% либо в худшем случае на 6% но они будут медленнее это пока главный минус типизированных свойств поэтому они находятся еще в таком статусе черновика поскольку их надо еще оптимизировать будет но надеемся что работа над ними будет продолжена они будут оптимизированы и предварительная загрузка совсем недавно 14 ноября была принята в PHP 7.4 то есть суть в чем при запуске сервера то есть не приложение при запуске сервера например Apache либо FPM появляется возможность загрузить некоторый файл PHP в котором может быть класс объявлен либо функции либо константы и этот файл будет заружен до первого запроса то есть таким образом мы можем предварительно заружать какие-либо функции либо классы то есть как бы по задумке по задумке то есть у нас будет использование для использования загрузки стандартных функций классов либо констант которые уже как будто есть уже в PHP в сборке самой на самом деле нет просто вы их загрузили предварительно и все то есть это резонно как часть опкэша то есть всего лишь появляется новая опция опкэш payload где указывается путь к файлу под загрузки и также функции опкэш get status появляется ключ то есть мы можем увидеть какие были функции либо классы предзагруженные как минус невозможно обновить предзагруженные файлы например классы либо функции которые мы загрузили предзагрузили если вы их обновите на своем севере то они не будут обновлены то есть нам будет запускать север и эта возможность не подходит для северов где хочется несколько положений например если у вас несколько весов положений то у вас будет сбой поскольку классы у вас по-любому будет конфликт классов одних и тех же например вы загрузили класс например а может быть этот класс уже есть в другом положении поэтому эта возможность подходит только для северов на которых работает одно положение то есть вот как у нас без предзагрузки мы делаем первый запрос сохраняем вызов автозагрузчику который загружает наш класс например через include или require комплинируем в обкод и сохраняем в кэш обкода и при втором запросе мы просто сохраняем вызов автозагрузчику и просто получаем данные из кэша обкода при предварительной загрузке при старте PHP например Apache либо FPM у нас запускается файл с предварительной загрузкой которые загружают некоторые наши классы либо функции и они сразу же компилируются и сохраняются в памяти и сохраняются в памяти возделяемой памяти сохраняются возделяемой памяти не в кэше обкода а в памяти поэтому их нельзя удалить поэтому на них нельзя никак повлиять если вы измените их эти файлы которые вы загрузили они не обновятся на вашем сайте то есть и первый и последующий вызов просто будет выполнять сохраненные обкоды которые мы загрузили при загрузке то есть вот такое улучшение тут я покажал тут я скомпилировал PHP с этой возможностью то есть это ветка мастер PHP понятное дело это клай режим тут он тут сюда будет работать тут это бесполезный бесполезный пример при загрузке поскольку он ориентирован на работу со серверами например Apache BFPM тут показано просто я хотел вам показать что вот у нас есть функция то есть я определил например класс example где есть класс example просто один обычный класс и функция и вот мой скрипт при загрузке просто который opcache compile файл и вот я просто его загружаю этот файл то есть просто в opcache сохраняю он сохраняется только в памяти он сохраняется а не в кэше и вот я например вызываю просто функции тест вот я вызываю из консоли тест и у меня выводится то что я вывел в конструкторе как будто этот класс example либо функция уже есть PHP классно и вот например есть функция opcache git статус где будет показана информация о при загруженных функциях и классах то есть вот они и вот мои скрипты видите pilot example тоже пилот тоже кстати говоря тоже относится к при загрузке он будет он тоже учитывается видите функция pilot я определил функцию pilot просто я тут ее убрал просто вызов для субкод уместить в экран она тоже будет загружена и тоже новая возможность есть решение пароля то есть это просто возможность расширения сторонних например вы можете написать расширение которое реализует свой агритм хеширования и потом уже используют его функции например password кэш кэш пассворт то есть появляется новая функция password password algos со списком всех зарегистрированных алгоритмов кэширования пароля и важное изменение которое здесь надо отметить что идентификатор алгоритмов становится строками а не числами как сейчас например это сделано но если например вы используете константы вроде password backcrypt например password default то в принципе для вас это изменение никак не затронут но если вы используете явные числа например если у вас так и есть то это уже вам нужно будет изменить на констант на использование констант пиапиат расширения как в джаваскрипте по сути в общем-то похожий просто мы можем распаковать распаковать массив то есть в переменную то есть тоже массив это пока просто предложение но она скорее всего будет принято в PHP 7.4 то есть поддержка просто оператора распаковки массива в массив другой то есть тут все понятно решение хэш становится частью ядра то есть она будет всегда доступна и ее нельзя удалить как следствие этого можно удалить проверки extension load hash то есть поскольку теперь решение будет доступно по умолчанию ну и как минус сборка с PHP станет немного больше по размеру понятно потому что она включается теперь решение будет включено гидро остальные изменения просто отдельной строкой то есть вебасное исключение функции open ssl random pseudo bytes то есть раньше там она возвращала просто там false null если у нас не удалось сгенерировать хэш то теперь будет просто вебасное исключение и также будет удален все параметры которые указывают на строгость был ли хэш был ли хэш с помощью сильного алгоритма хэширования он так он бесполезен поскольку функция будет вращать null в любом случае если у нас был хэш делан не с сильного алгоритма хэширования то этот параметр был удален то есть если 8.1 его уже не будет включение по получению опции use strict mode то есть использование всегда использование то есть запрет на использование cookies в стаке браузера теперь это предлагается сделать именно строгий режим для хранения сессии сейчас он по умолчанию выключен но предлагается включить его по умолчанию поскольку это повысит безопасность положений поскольку немногие это делают ну и у нас теперь для работы решения SQLite 3 теперь потребуется биотека то есть теперь она не будет входить в ядро она будет убрана из ядра то есть при компиляции PHP вам нужно будет эту биотеку для работы SQLite вам нужно будет самоуказывать то есть раньше она обралась просто из ядра для работы тоже там Intel требуется новая версия и также добавлен константы в вращении Ftd ну это тоже вот следующий функционал это самое тоже главное здесь много чего удалено будет то есть константа класс у нас есть с PHP 5.6 доступна константа класс у класса то есть мы можем вызвать просто класс и то же самое как функция getColoredClass то есть статический вызов класса можно сделать с помощью ключевого слова static то есть функция это будет удалена в версии 8 то есть весь этот функционал на самом деле будет удален в версии 8 то есть HP директивы enableDL которые позволяют регистрировать вам расширение ADL тоже это будет удалено такая возможность передняя типа real поскольку это дублирует double то есть вводит путаницу дополнительную это будет удалено и так же у нас осталось legacy от getMagic от магических конста магических кавычек которые были удалены еще очень давно PHP 4 и теперь эти функции просто будут удалены ну использование объекта на функции reiki exist сейчас разрешено а будет запрещено то есть для этого используют соответствующую функцию полезные ссылки тут есть я компилировал PHP 7.4 с помощью с помощью инструмента компиляции PHP а есть докер образ где вы можете потрогать посмотреть новые изменения PHP 7.4 если вы хотите это сделать но не спорить ее в продакшене естественно тут недавно вышло такое письмо 17 октября от Zeeva Zuraski суть в том что он покидает компанию вместе с Дмитрием Стоговым это было сразу на мысль некоторых людей что PHP будет снова умрет PHP закапывает сколько лет уже PHP умрет умрет но до сих пор уже не умер то есть суть в чем в 2015 году компания Roger Wave купила компанию Zend которая занимается PHP то есть Zeeva Zuraski там ходил Энди Гутманс после когда компанию Roger Wave купила Zend компанию Zend купила Roger Wave Энди Гутманс ушел остался Zeeva Zuraski и он до сих пор работал над PHP до сих пор принял участие в нем и вместе с Дмитрием Стоговым которые сделали очень много для производительности PHP теперь они уходят из компании поскольку компания Roger Wave которая владеет Zend решила сетовать свои усилия на продукте Zend север кто-нибудь что использует Zend север использует а IDE от Zend использует только PHP что все да PHP использует да кто сказал да ладно ну в общем суть в будущем использовать все будет хорошо потому что у нас хоть и вклады от сотрудников Zend это Дмитрия Стогова или других которые платили за их работу над PHP трудно переоценить но большинство участников это работают работают над PHP не получая ничего взамен никаких денег то есть это на добавленной основе то есть это open source то есть PHP это чисто open source и благодаря его так сказать либеральной лицензии то есть никто никакая компания не может им владеть в крайнем случае мы можем сделать форк PHP в крайнем случае компания RogerWave если что может быть заявить свои права на термин Zend но мы можем просто опоминать Zend например какое-нибудь другое имя и все и сделать форк PHP и заново на нем работать но суть в том что скорее всего такого не произойдет потому что RogerWave так заинтересован чтобы PHP процветал просто теперь для него для этой компании неактуально развитие PHP может потому что он стал так уже быстрым из-за него нет смысла платить программистам деньги чтобы его улучшать еще дальше но надеюсь что какие-нибудь компании присоединятся и будут спонсировать программистов кто работает сейчас на платной основе над PHP есть такая возможность но что компания например Facebook может возьмет под крыло PHP кто знает но короче с PHP все будет хорошо он не умрет он вечен план PHP 8 тут всем известный это полнофункциональный JIT just in time компиляция но как уже упоминалось на обычных положениях прирост с учетом PHP 7 будет несущественный поскольку PHP так уже быстро до чего дошло и поэтому JIT мало чем поможет но он поможет если у вас есть большие интенсивные нагрузки на процессор есть какие-нибудь такие положения high load приложения где именно такие большие нагрузки на процессор тогда JIT может помочь вам но не так на самом деле не намного но в целом это дает окно для новых возможностей например opcache станет частью ядра то есть предлагается это в рамках раздела JIT то есть opcache это просто расширение ZEND то есть компания ZEND а теперь хочет сделать его частью именно ядра было всегда в ядре также Дмитрий Стогов написал расширение позволяющего взаимодействовать PHP с билетиками на C и на C плюс то есть без необходимости написания своего расширения например вы можете например использовать биотеку C которую вы написали в PHP просто использовать это расширение которое было написано Дмитрием Стоговым она работает в PHP с 5.3 но такое экспериментальное и пока очень такое на свой страх и рисм вы можете использовать лучше пока не использовать пока лучше дождаться официальной поддержки когда она будет включена в ядро то есть в PHP 8 ну и лучше напряжение осихронности здесь на самом деле не знаю что говорить потому что я не очень об этом хорошо разбираюсь ну возможно как правило хотят добавить улучшенный осихронный вывод в расширениях потоках ну я это не знаю короче может быть такие варианты ну и чтобы удалено вот чтобы удалено это тоже важно чтобы вы уже могли эти все эти возможности чтобы вы могли знать и просто это не спорить уже сейчас уже сейчас даже 7.2 это не рекомендуется делать то есть устаревшие конструкторы там конструкторы в стиле Java где у нас название метода название класса попадает с названием метода это называют устаревшие конструкторы то есть раньше конструктор как в Java был в стиле Java то есть назывался с тем же классом теперь для этого есть магический метод конструкт Неупреденные константы, как строки, то есть, например, если мы вводим echo foo, то есть просто без использования кавычек, то PHP считает это как за строку, то есть echo foo. Это понятно всем известно тоже, но такое бывает в некоторых кодовых базах плохих. Такое встречается, поэтому с PHP 7.2 будет ошибка там будет, точнее уведомление будет. Удрение функции autoload, create, function и each. Это такие старые функции, которые не рекомендуется использовать вообще. Давно уже они стали deprecated. Мало которых используют уже сейчас. Ну и запрет вызвал parseStare, который парсит строку. И без этого параметра он просто парсит и стоит переменные. Предлагается это запретить. Ну понятно. Ну и просто использование собственной соли в функции password hash. То есть не надо никогда, когда вы делаете хэш пароля, использовать собственную соль. Какая бы она хорошая, на ваш взгляд, не была. То есть доверить эту возможность PHP. Ну и предельный тип unset, который просто назначает переменные свойства null. То есть бесполезная штука. Ну и вот первый RFC, который будет уже принят в PHP 8, это массивы начинающиеся с отрицательного индекса. То есть у нас в PHP 7 была введена возможность работы со строками с отрицательным индексом. Теперь есть такая возможность и в массивах. Например, мы можем использовать минус 2, то есть массивы, как ключ. Отрицательное число, это будет работать, как предполагается. То есть минус 1, минус 2, минус 1. То есть в сторону как превращение будет, как и обычно. То есть превращение будет увеличиваться. Ну вот тут ссылки полезные. То есть читать пост обсуждения, который, в общем-то, есть привод на хабре. Но там есть много других комментариев от других контрибьюторов. Видео-бенчмарк, показывающий производительность при использовании JETA. Пример FIFI. То есть это решение, которое взаимодействует с нативными библиотеками кода. То есть уже есть первая нейросеть на PHP. Используем байдингов TensorFlow. Тоже написал, Дмитрий Стоков написал. И запрет явных null параметров. Просто почитайте, это интересно. Это все. Надеюсь, было не так скучно. Спасибо за внимание. Спасибо, Леш. У нас очень мало времени, поэтому вопросы очень быстро. Так, первый. Спасибо, Алексей. Меня зовут Максим. Классный доклад, все супер. У меня вопрос. Я вспомнил про очень старую директиву. автопрепент файл или автоаппент файл, которая тоже самое делает предзагрузку. В чем разница? Она не выполняет код. Она просто выполняет именно HTML. HTML заложает. Ну PHP он выполнится внутри этого. Но он не будет кэшироваться. Не будет кэшироваться. Окей. А тут просто кэшироваться будет всегда. Это работает. В памяти. Спасибо. Так, еще, ребята. Так, вижу. Ты потом. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос по поводу кэширования файлов через opcache в версии 7.4 PHP. Вы на слайде написали, что эти файлы будут доступны всем реквестам, так сказать, которые будут идти к веб-серверу. Да. А что будет со статическими свойствами, например, на примере Singleton? Как они будут? Они будут разные для каждого запроса или одинаковые? Если в одном запросе уже статическое свойство было установлено в этом классе, а в следующем запросе что будет? Установлено или будет пустым, например? Точно не знаю. Скорее всего, такие файлы вообще не будут предзагружены вообще, в принципе. Если будут такие конфликты, если есть возможность конфликтов, то есть он просто будет игнорировать предзагрузку таких файлов. Я понял. И второй маленький вопрос. Как много у вас проектов со strict включенным? Все. С strict-модом? Я использую всегда strict-модом. А вы используете линтеры какие-то или еще что-то для этого, чтобы команду обязать делать? Я сам все руками делаю. Понятно. Спасибо. Линтер – это хорошая вещь. Так, еще. Спасибо за доклад. В докладе было сказано, что garbage хранит 10 тысяч значений. Да. А ты, когда это озвучивал, сказал 10 тысяч символов. Что верно? Значения – это я говорил. Извините, у меня проблема с речью, поэтому я говорил. Значения, конечно. Так, ребята, еще есть вопросы? Так, ну вопросов уже нет. Если у вас появится, вы всегда сможете найти Лешу. Леша никуда от нас не убегает. Ребята, кто пользовался мануалом PHP на русском языке? Признавайтесь. Скорее всего, вы сталкивались с помощью Леши. Он вам помогал, значит, в какой-то мере. Скажем ему еще раз за это спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Поехали. Спасибо. Продолжение следует...